Всем привет, меня зовут Вячеслав. Сегодня на канале 150 Ватт мы сделаем крутую штуку для ютюберов, счетчик подписчиков на базе ESP8266 и OLED дисплея на 1,3 дюйма. Используя лазерный станок, вырежем детали для корпуса нашего устройства. Ссылку на файл для резки вы можете найти в описании к видео. Также вырезаем из акрила защитное стекло для дисплея. Теперь давайте склеим корпус, в принципе это не сложно и займет совсем немного времени. Для изготовления корпуса я использую фанеру 3 мм и 3 мм акрил. Также для устройства из электроники нам понадобится Wi-Fi модуль ESP8266, плата для него, OLED дисплей и линейный стабилизатор HT7333. Вот такой крохотный стабилизатор. И USB TTL переходник. С внутренней стороны снимем защитную пленку с стекла и также снимаем защитную пленку с OLED дисплея. Теперь нам нужно выпаять все лишнее. В данном случае это ножки у дисплея. Просто выпаиваем их паяльником. С USB TTL переходника снимаем термоусадку, чтобы также выпаять ненужные ножки. Все, теперь вставим дисплей в корпус. Припаиваем Wi-Fi модуль ESP8266 к плате для нее. С обратной стороны платы мы припаяем линейный стабилизатор. Плата ESP8266 очень капризна к питанию, так что этот стабилизатор очень важен. Все, теперь берем линейный стабилизатор HT7333 и с оборотной стороны платы припаиваем его. Для того, чтобы питание проходило через стабилизатор, нужно отпаять вот этот центральный резистор. В схему мы добавим вот такой двухпозиционный переключатель. Для того, чтобы переводить плату в режим прошивки, вот специально в корпусе сделано было отверстие. И все заливаем термоклеем. Так как большой нагрузки на этот переключатель не планируется, так что можно заливать не так фанатично, как это делаю я. Примеряем плату, она идеально подходит как бы, и мы ее еще в дальнейшем закрепим, чтобы она не болталась. И сейчас мы подключим как раз провода к переключателю для режима прошивки. То есть, чтобы войти в режим прошивки, нам необходимо выход GPIO 0 закоротить с землей. Что мы, в принципе, и будем делать переключателем. А вот так USB-переходник будет располагаться у нас в корпусе. Да, USB-переходник, сам USB-штекер оказался немножко больше. Ну, как бы это было известно уже. И мы просто немножечко, на пару миллиметров, вырежем отверстие больше. Отрезаем проводочки и будем коннектировать дисплей с Wi-Fi модулем. Кстати, зачищать провода можно вот таким нехитрым способом. Припаиваем провода и дополнительно добавляем немножко олова. Небольшим кусочком скотча я решил закрыть место пайки для дополнительной защиты. И уже окончательно фиксируем дисплей в корпусе. Припаивая провода по схеме, схема приведена в описании к видео. Осталось припаять 4 провода от переходника USB-TTL к Wi-Fi модулю ESP8266. Чтобы закрепить USB-TTL переходник, мы добавим на дисплей кусочек скотча. Капнем немного клея под USB-TTL переходник. Нам самое важное, чтобы при использовании штекер не проваливался вовнутрь. В последний раз глянем на все эти кишки. Будем закрывать корпус. Проклеиваем, как обычно, все клеем ПВА по периметру. Совмещаем, укладываем аккуратно провода внутри. И, используя струбцины прищепки, все это стягиваем. Обязательно оставляем до полного высыхания. Ну все, клей высох, убираем струбцины. И снимаем защитную пленочку. Мне кажется, получилось очень здорово. Не терпится просто попробовать в действии. Кроме количества подписчиков, на дисплей можно бы вводить самую различную информацию. Уведомления, температуру, погоду, время и многое другое. В одном из следующих роликов я сделаю некий девайс. Для интриги я вам покажу одну из деталей. Если у вас есть догадки по поводу того, что это, то подписывайтесь на канал и пишите в комментариях. Первый человек, который подробно опишет и угадает, что это за девайс, будет выгравирован на этом устройстве. То есть его имя или название канала. Всем пока и до скорых встреч.